Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Я очень много у тебя на канале показываю применение различных препаратов на орхидеях, особенно люблю всякие подкормки. А сегодня хочу вам показать, что из своей орхидеи я также поливаю просто комплексным удобрением. Можно любое использовать удобрение, которое у вас есть. Я вам часто рассказываю про японское удобрение, которое мне очень нравится, которое я использую. Сегодня я буду использовать вот такое удобрение от Бунафорта для повторного цветения на своих орхидеях. В то же время протру листики, потому что видите, на них пыль собирается. Хочу вам показать еще, кстати, свою орхидейку в керамзите. Я вспомнила, что очень давно вам про нее не рассказывала, не показывала, как она себя чувствует. Мы ее садили еще до нового года в этот грунт, переводили. Это моя орхидейка Фронтера. И смотрите, вот орхидейки, вот растет цветонос. Так что скоро мы увидим цветение этой орхидейки Фронтеры, которая растет в керамзите. Посмотрим, как раз какое будет цветение. Также я здесь взяла вот свою деточку, которая уже самостоятельное растение. Это первая из трех, которые от моего пенька тоже, вот видите, ее будем поливать. А вот, кстати, само материнское растение, вот этот пенек, который дает третью детку. Пенек мы тоже сегодня польем. Я все свои орхидейки полью этим комплексным удобрением. Здесь хотя и написано для повторного цветения, но это хорошее комплексное удобрение, которым можно пролить и вот эту детку и пенек все вместе. Я уже подготовила лейку. У меня она, как всегда, на 750 миллилитров. По-моему, это очень часто уже рассказываю. Беру удобрение на 750 миллилитров. Идет два с половиной этого удобрения. Так, я наливаю в крышечку сразу его, такого зеленого цвета. Не знаю, наверное, не очень видно в красной крышке, тем более. Сейчас наберу, это будет сразу видно. И набираю шприц для того, чтобы легче было отмерять два с половиной миллилитра. Вот каждый раз на лейку. Так, я сразу набираю 10 на 4 полива. Мне этого хватит. Вот видите, оно такое зелененькое. И теперь два с половиной я добавляю в лейку. Все. Это вот на следующей лейку у меня будет. И поливаю. Как раз, наверное, покажу, полив он-то одинаково. У всех будет орхидеюшек. Покажу в этот раз более подробно, например, на вот этой орхидейке, которая в керамзите у меня. Воду я слила у орхидей. Я всегда рассказываю, показываю, что все мои орхидеи стоят на мокрых пяточках. Видите, водичку я уже поливаю медленно-медленно сверху, да для того, чтобы хорошо промочить мох, который сверху. Я когда-то его положила и вам рассказывала, потому что керамзит мгновенно просыхает. И вот этот керамзит, который сверху, он вообще просыхает за несколько часов. Поэтому вот сверху я положила мох. И знаете, мне понравилось. Все-таки, да, мох работает. Кроме того, совершенно случайно, недавно заметила еще одну отличную функцию, которую выполняет мох на керамзите. И теперь бы я это сделала изначально. Случайно уронила эту орхидейку. При поливе она у меня упала на бок. И если раньше, например, орхидея в керамзите, если падает, то все, она вылетает из этого грунта. Понятно, что этот меленький керамзит рассыпается. И надо орхидейку заново садить в этот горшок. А тут она у меня упала на бок и просто лежит. Керамзит вообще не выпал. Потому что, когда вот этот мох усыхает, он служит такой сдерживающей конструкцией. Он удерживает между собой, вот как-то он закрепляет все-таки этот керамзит. И при падении, тогда орхидейка не вываливается, керамзит не рассыпается. В общем-то, совершенно случайно, из-за того, что орхидейка это наклонилась, упала у меня, обнаружила вот эту функцию. Поэтому мох обязательно, теперь бы я советовала у тех, у кого растут орхидеи в керамзите, сверху проложить. Кроме того, что керамзит сам просыхает не настолько быстро, также, как я вам сказала, вот эта скрепляющая функция при падении, орхидейка не разваливается. Также хочу показать вот этот полив на своем пеньке. Я его уже поставила в более глубокую мисочку, для того, чтобы в водичке он потом постоял. Вот видите, у меня часто спрашивают, как я ухаживаю за пеньком. Я сняла отдельное видео, ссылочку оставлю в описании, где рассказала, как ухаживать за пеньком орхидеи и как я получаю деток на пеньках. Ну, кроме того, вот периодический уход я в разных видео обязательно за пеньком ухаживаю. Я, если делаю подкормки для остальных орхидей, подкармливаю этот пенек. Поливаю комплексным удобрением остальные орхидеи, поливаю этот пенек. Если орхидейки поливаются простой водичкой, потому что орхидеи поливаю не только удобрением и подкормками, естественно, у них есть полив и просто водой, то и пенек в этот день у меня поливается простой водичкой. В общем-то, уход у него практически не отличается, хотя, конечно же, особенности есть, о которых я рассказала вот в том своем другом видео. Кстати, вот детка, самая первая, которую мы отсоединили вот от этого пенечка, вот смотрите, как она себя классно чувствует, да, какие у нее уже корни вовсю растут, ее также мы будем поливать. Вот эти орхидеи у меня стоят, как я сказала, на мокрых пяточках, которых я очень много раз рассказывала и показывала. И в этих вазонах, видите, есть ступенька высокая, благодаря чему орхидеи стоит у меня над водой, но при поливе это неудобно. Если я сейчас начну поливать, вы представляете, сколько у меня в пустую идет раствора, чтобы сначала вот так набрать, а потом только будет замачивание. Поэтому при поливе, в таком случае, я переставляю орхидейку в другую глубокую емкость, чтобы расход с удобрением в пустую не использовать. Вставлю тоже вот в мисочке, в тарелочке вот такие глубокие и тогда поливаю. Ну и заполняю где-то наполовинку водичкой и оставляю постоять. Насколько постоять? Ну вот смотрите, покуда я дойду до последней орхидеи, уже первые минут десять, может быть, чуть меньше будут стоять. И пока эти орхидейки вот стоят, напитываются, я заодно протруем листики от пыли. Видите, как сразу они светлеют, красивее становится, потому что даже за неделю, за две тем более, конечно же, на орхидейках, на листиках собирается пыль. И протираем листь и сверху и обязательно снизу. От точки роста к краям я протираю обязательно листы. Ну, так как я протираю сегодня не очень такой мокрой тряпкой, иногда я ему показываю, такой протираю тряпочкой, что прям вода с ней идет. Сегодня простой, поэтому убирайте влаговый источник, просто совершенно не надо, ее там нет. Это просто протираю от пыли. И детку, все орхидейки, в общем-то, пока они стоят у меня и напиваются, я также протираю обязательно листики. Так, смотрите, что далее. Орхидейки вот эти, которые самые первые замачивала, уже пора сливать эту воду. После того, как я сливаю воду, покажу на это, например, детки. Возвращаю ее в лазончик. Убираем лишнюю водичку, чтобы стекла у меня. Кстати, вот этот раствор, который, видите, там на дне остался, повторный, я уже не использую для остальных орхидей. Я его просто выливаю. Для каждой орхидейки я беру свежий, новый, только для нее приготовленный раствор. И вот теперь беру уже простую воду без удобрения. Совершенно простая у меня водичка. И наливаю на дно горшка воду, чтобы она была внизу. У меня орхидейка стоит в данном случае не в воде, но чуть-чуть будет касаться. Вот видите, прям вровень получается, она стоит с водой. И вот таким образом я поливаю, протираю и провожу процедуру со всеми своими орхидейками. Вот, сколько у меня много. Я пока только вот спереди, которые стояла, вот эти все обработала, сделала. Сейчас буду то же самое проводить с остальными орхидейками, потом уберу эти орхидеи, принесу следующую партию орхидей. И все сегодня пролью комплексным удобрением. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!